Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Викуллин Всеволт. Я работаю программистом-исследователем в поиске Mail.ru. Я уже несколько лет занимаюсь анализом данных. И мне выпала честь открывать наш курс. Курс, который имеет довольно длинное название «Алгоритмы интеллектуальной обработки больших объемов данных». Это название довольно длинное, так что мы будем назвать его попроще. Будем назвать его «Машинное обучение. Часть 1». В тектосфере будет еще один курс по машинному обучению. Там будут рассмотрены более сложные алгоритмы. А мы на этом курсе рассмотрим базовый алгоритм машинного обучения. Итак, давай еще немножко раскрою про себя. Я закончил Московский университет, факультет ВМК. Также во время учебы я, как и вы, учился в тектосфере. Успешно я закончил. Затем я стажировался в Mail.ru, потом перешел на полный рабочий день, и вот теперь мне будет получить членовый курс. То есть я очень хорошо понимаю, что вас ждет в будущем. Я прошел все эти стадии, и с большим удовольствием помогу вам пройти их тоже и стать специалистом по анализу данных. Итак, давайте рассмотрим нашу первую лекцию. Во-первых, чему она будет посвящена. Значит, наша первая лекция будет стать из таких четырех логических пунктов. Во-первых, мы обсудим вообще, о чем этот курс, почему вам важно ее слушать, какая мотивация у вас должна быть. Скажу про нашу команду и про общую инструктуру, из чего она состоит. Дальше мы рассмотрим формальную постановку задачи машинного обучения. Потом мы на примерах разберем некоторые приклонные задачи, как с помощью машинного обучения можно решать какие-то реальные задачи для бизнеса. И в последней части нашей лекции мы обсудим, как вообще в принципе строить алгоритмы. То есть такой базовый подход классический для построения алгоритмов машинного обучения. Итак, если все готовы, то поехали. Итак, первая часть нашей сегодняшней лекции — это о чем, собственно, курс. То есть несложно догадаться, что курс о машинном обучении. Многие понимают под этим совершенно разное. Поэтому давайте дадим такое формальное понятие. Итак, машинное обучение — это обширный подраздел искусственного интеллекта, который изучает методы построения алгоритмов, способных обучаться. Это определение взято мною из очень авторитетного источника Machine Learning.ru. Это такой русскоязычный портал, посвященный машинному обучению, анализу данных. Я вам очень рекомендую почаще заходить и читать разные статьи. Итак, это довольно емкое определение. Тут есть несколько вопросов. Во-первых, мы поняли, что машинное обучение — это подраздел искусственного интеллекта. Но что же такое искусственный интеллект? Идем на тот же сайт Machine Learning.ru и смотрим статью про искусственный интеллект. Это наука и технология создания интеллектуальных машин. Вроде бы проще не стало, потому что влезло слово «интеллектуальные машины». Что же такое интеллектуальные машины? Ну, тут не стоит влезть в гебри философии. И давайте дадим такое определение интеллектуальных машин. Интеллектуальная машина — это такая машина, которая способна выполнять такие задачи, для выполнения которых ранее нужен был человек. То есть вот, например, раньше, чтобы играть в шахматы друг с другом, нужен был только человек. А теперь сделали шахматные программы, и теперь машина может выполнять эту функцию. Она может играть с людьми в шахматы. Поэтому эта машина, которая играет в шахматы, — это интеллектуальная машина. То есть человек, который написал программу, которую может играть в шахматы, он занимался искусственным интеллектом. С этим мы забрались. А чем же машина обучения отличается от общей постановки искусственного интеллекта? Ключевое в определении машинного обучения — это построение алгоритмов, способных обучаться. Как вы понимаете, в искусственном интеллекте такого требования нет. Что же такое способных обучаться? Вообще, кто их обучает? Что же такое вообще в принципе обучения? В теории искусственного интеллекта обучение понимается следующим образом. Обучение — это получение нужных навыков, нужных умений, качеств с помощью опыта. То есть, например, вы сначала не умели играть в шахматы, потом вы с другом, с родителями или пошли в какой-то кружок, начали играть, играть, играть. И с каждой партией вы становились все увереннее, ваши ходы были все логичные. Вы сначала проигрывали вашим старшим товарищам, а все больше, скажем, с каждой новой партией вы играли все лучше и лучше. И в итоге вы, можно сказать, обучились играть в шахматы. Вы уже не делаете глупые ходы, не отдаете ферзя. Это и есть, собственно, обучение. Сначала вы что-то не умеете, а потом посредством опыта, переваривая новые знания, вы получаете нужные умения, то есть умение играть в шахматы. Это кардинальным образом и отличает машинное обучение от всех других дисциплин. Мы будем строить алгоритмы, которые, переваривая данные, переваривая опыт, будут получать новые, ранее, навыки, которые ранее они не могли делать. Давайте разберем какой-нибудь прикладной пример, который такой красной нитью пройдет через всю нашу лекцию. Значит, представим, что вы такой молодой, успешный ресторатор, и вы хотите понять, вот в какой ресторан и в какой части Москвы вам открывать. Вы хотите, чтобы у вас была какая-то программка, которая вам сказала, открывай, значит, суши на Комсомольской, и тогда твоя выручка будет такая. Ну, очевидно, что просто перебрав все варианты, вы выберете ресторан с максимальной выручкой. Какие у вас есть варианты? Первый вариант такой, значит, опросить всех умнейших людей из ресторанного бизнеса, узнать их мнение, например, что они считают, что на Комсомольской нужно открывать суши, там, на театральную пиццу и занести все это в базу данных такую. Большую базу данных, а потом пройдите по этой базе данных и узнать самые прибыльные места открытия ресторана. Таким образом вы сделаете программу, которая будет у нас искусственным интеллектом. То есть, по сути, она поможет вам выбрать, здесь такая база данных, такая экспертная система, поможет вам выбрать ресторан с максимальной выручкой. Но будет ли эта система машинного обучения? Нет, не будет, потому что вы эти экспертные знания туда просто занесли. Вы опросили людей, занесли знания и благодаря этому построили программу. Но эта программа не способна обучаться. Как же в этом случае выглядела бы программа, занимающаяся машинным обучением? Это выглядело бы так. Какой-то алгоритм брал бы на вход к себе данные о том, какая была выручка у разных ресторанов. Например, у ресторана А была такая выручка, он был там про суши, он находился на Комсомольской, у ресторана Б была такая выручка. И он под эти примеры обучался. Сначала бы он плохо понимал, как связано место ресторана с его выручкой, но потом с каждым другим примером бы он обучался все лучше, лучше и лучше, и затем показывал бы очень хорошее качество. То есть вы выдавали ему новый ресторан, и он вам выдавал бы выручку. То есть сначала алгоритм не умел бы это делать, но потом, переваривая разные данные из ресторанного бизнеса, он вот так и научился, он получил новое умение. Это и есть система машинного обучения. Как вы поняли, эти алгоритмы обучают не человек, их не будете обучать вы, их не обучаю я. Такие системы обучают данные. Алгоритм переварит множество данных из ресторанного бизнеса и получает новое умение. Итак, я надеюсь, что мы с вами разобрались, что это машинное обучение. Давайте пойдем дальше. Дальше хотелось бы с вами обсудить, зачем вам слушается курс. Почему это важно, почему это востребовано? Ну, востребовано. Во-первых, специалисты по машинному обучению, как вы уже догадались, крайне востребованы. То есть я тут вставил картинку из Корп Майл.ру. Это анализ рынка вакансий с словом The Scientist, с словом машинный специалист. Как видите, с 2015 по 2018 год количество вакансий выросло в 7 раз. Дальше вам окажется, что на 2019 годе какой-то спад. На самом деле нет. Это просто график за первую половину 2019 года. То есть за вторую половину 2019 года график еще вырастет. То есть мы понимаем, что рынок сейчас недонасыщен специалистами по машинному обучению. Их большие компании очень ждут, очень хотят и очень ищут. Собственно, если вы овладеете этим инструментом, вы будете крайне востребованы на рынке труда. Это раз. Второй аргумент, почему вам было бы интересно не заниматься, это в этом курсе очень много такой красивой математики. То есть если у вас были какие-то проблемы с тем, что вы учите математику, учите в университете матанализ, учите линейную алгебру, учите теорию вероятностей, а потом боитесь, что никогда вы это в жизни не примените, то это не так. Вот эти дисциплины очень успешно применяются в задачи машинного обучения. Так что все, что вы учили на курсах, вам совершенно точно здесь пригодится. И третий пункт, о котором я хотел сказать, это мало того, что есть много красивой математики, которую вы учили, так еще вся эта математика реально работает в прикладных задачах. То есть вы будете решать какие-то абстрактные задачи, связанные с теорией числа, что-то такое. Вы будете решать совершенно реальные задачи из бизнеса, где будет понятна, как бы, какая цель, что бизнес хочет, чего бизнес хочет достичь вашим алгоритмом, и те знания по математике, которые вы будете применять для построения алгоритма, будут решать эту реальную бизнесовую задачу, а не какую-то абстрактную. Итак, давайте перейдем дальше. Я надеюсь, что я достаточно вас мотивировал, зачем нужен наш курс, и перейдем к познакомиться с нашими преподавателями, с нашей командой. Во-первых, это я, ваш покорный слуга. Второй преподаватель — это Дмитрий Меркушов, это руководитель группы в почте Mail.ru. Дмитрий Парпулов, его коллега из почты. И Сергей Чапорухин, мой коллега из поиска Mail.ru. У нас у всех довольно большой опыт в машинном обучении. Многолетний, и каждый из нас имеет свою специфику, свою область работы, поэтому вместе мы сделаем наш курс еще более интересным, еще более увлекательным. Я надеюсь, что вам будет очень интересно и познавательно нас слушать. Итак, давайте перейдем к структуре курса. Еще он состоит. Курс состоит из 11 лекций. У нас будет два теоретических колокума. Каждый колокум будет оцениваться по 20 баллов. Колокум будет состоять из задач и теоретических вопросов, которые вы будете устно задавать преподавателям. Также у нас будет 4 домашних задания. Первое относительно простое, которое будет оцениваться в 5 баллов, и остальные по 10 баллов. Также у нас за домашних задания есть система штрафов, то есть есть определенные дедлайны, после которых балл начинает сгорать. И может быть дойти до такого, что задание полностью сгорит. Поэтому я вам рекомендую задавать домашнее задание точно в строку. Также у нас будет защита проектов. Она будет оцениваться в 25 баллов. А защитие проекта мы поговорим на следующем слайде, но сейчас скажу, что это просто такая командная работа по анализу данных. То есть вы разберетесь на команды и будете вместе решать какую-то прикладную задачу анализа данных с реальными данными. Итак, дальше у нас будет на каждой лекции небольшой тест. По прошлой теме будет несколько вопросов простых, чтобы просто проверить, как в принципе аудитория усваивает материал. То есть этот тест креет для нас, чтобы понять, насколько мы в контакте с вами, насколько хорошо вы усваиваете наши лекции. Ну, каждый тест будет оцениваться просто в один балл. Ну и плюс море удовольствия, которое я вам обещаю, как преподаватель этого курса. Разбаловка, как у нас будет. 0,49 неудовлетворительно. То есть это курс не сдан. 50,79 удовлетворительно. 80,94 хорошо. И больше 94 отлично. Не стоит бояться того, что на пятерку такой высокий порог, просто потому что баллов больше, чем 100 баллов. То есть по нашему опыту обязательно бывает много студентов, которые получают по этому курсу оценку отлично. Поэтому не бойтесь. Также такое правило. Мы общаемся в Slack, отвечаем на все вопросы. Ссылка на Slack вам должна была прийти. Домашняя работа мы отправляем на почту. И материал лекции я буду выкладывать на GitHub. Так, коллеги, вроде все понятно. Давайте пойдем к объяснению, что же такое за финальный проект. Итак, финальный проект. Во-первых, мы будем работать с реальными данными от Mail.ru. То есть не какие-то там, так сказать, искусственные выборки, которые мы сами сгенерировали. Нет. Это будет такая совершенно боевая задача. Вы будете работать в реальных условиях и решать совершенно реальную задачу. Мы объединились в команды. В команды максимум 4 человека. И объединившись в команды, мы будем решать, собственно, эту задачу. Значит, задачу мы будем решать на специальной платформе Kaggle. Возможно, многие из вас еще с ней не знакомы. Я вам рекомендую после этой лекции сразу познакомиться. Это такая очень популярная платформа для анализа данных. Значит, принцип очень простой. Есть какая-то компания, которая на платформе выкладывает какую-то задачу. Например, как раз-таки в предсказании выручки для ресторанов. Она, значит, выкладывает эту задачу, выдает данные. И задача дата сайдерсов, аналитиков данных, в данном случае это синонимы, решит эту задачу максимально хорошо. То есть компания выбирает какую-то метрику. И в данном соревновании выигрывает тот, кто более хорошо решит задачу по именно конкретной этой метрике. То есть кто лучше решил, тот получает какой-то приз. Обычно на платформе Kaggle это или денежный приз, или так называемые очки. Ну, очки ваш ранг на Kaggle. Это очень популярная соревновательная платформа. Я вам рекомендую на ней участвовать, потому что это такой стандарт в индустрии. То есть будет очень хорошо, если, приходя на собеседование, например, на стаффордскую патицу или, например, на мидл-разработчика в области анализа данных, вы к своему резюме прикрепите ваш Kaggle, расскажете и покажете, что у вас есть какое-то портфолио решенных задач по анализу данных. Я себя приветствую, если на собеседовании видно, что у вас решено несколько хороших задач, интересных на Kaggle, то это очень большой плюс для вас как специалистов. Итак, значит, все это правило нашего проекта, это, значит, кто решил, тот молодец. То есть такое правило как раз-таки из этого, из спортивного анализа данных. То есть победитель получает больше баллов, проигравший поменьше. То есть, а кто победил, кто проиграл, определяется просто качеством на пластмаре Kaggle. И также все, защищая свое решение презентации в конце курса, у нас будет специальное занятие, которое будет посвящено защите проектов. Мы будем делиться своими решениями, рассказывать, что у нас получилось, что не получилось, и обмениваться опытом. То есть это занятие нужно для того, чтобы, например, люди, у которых получилось хорошо, рассказали про то, как они решали, чтобы у людей, у которых получилось не так хорошо, они поняли, в чем была их ошибка, и получили ценные знания. И в следующий раз, когда они участвуют на таком соревновании, они уже решили просто лучше. Это просто такой обмен опытом для того, чтобы все получили максимум информации о способах решения других людей. Так, коллеги, вроде с самим проектом мы все обсудили, давайте пойдем дальше. Дальше такой стандартный слайд для вводных лекций — это рекомендуемая литература. Что вообще почитать, чтобы хорошо усвоить анализ данных? Во-первых, стоит отметить, что сейчас очень много литературы, и она совершенно в неверных масштабах все время выпускается. К сожалению, вся литература, в большинстве случаев литература на английском языке, поэтому вам придется немножко подружиться с английским, если у вас были какие-то проблемы, потому что найти свежие статьи на русском языке практически невозможно. Я вам рекомендую уже сейчас начать осваивать чтение вот таких статей, книжек по анализу данных именно на английском языке. Так что я здесь выбрал только несколько таких ресурсов, которые лично мне очень нравятся, но если вы... если вы... книжку по анализу данных, и вам она прям очень понравится, то, конечно, ее читайте, скорее всего, ничего плохого из этого не будет. Книжек очень много, поэтому я выделил только те, которые мне нравятся. Во-первых, это такой курс Воронцова Константина Вячеславовича. Это как раз-таки, я считаю, что это лучший курс на русском языке, такой лучший материал на русском языке. Я вам очень рекомендую его прочесть. Как раз-таки, если у вас какие-то... есть проблемы с пониманием... свободным чтением английского языка, первый раз стоит, наверное, лучше познакомиться с машиной обучения на русском языке, и вот как раз-таки, это лучший курс, я вам его очень рекомендую посмотреть. Второе, это книжка Pattern Recognition and Machine Learning. Это моя любимая книжка по анализу данных. Она довольно сложна, но она очень фундаментальна. То есть она охватывает не просто наш курс, она охватывает во много раз больше. Если вы ее полностью освоите, то вы будете очень большим специалистом. И она имеет такой очень хороший вероятностный уклон. То есть она очень строгий, такое строгое построение анализ данных, но с большим уклоном в сторону вероятности. Третья книжка — это The Elements of Societal Learning. Это тоже фундаментальная книжка довольно... Она тоже осваивает много больше материала, чем наш курс. Поэтому тоже, если вы прочитаете, вы станете большим специалистом. Четвертая книга, которую я вам рекомендую, это книжка, которая называется Data Science Design Manual. Это не совсем теоретический курс. Это больше такой набор прикладных примеров задач, анализ данных. То есть я вам рекомендую ее не для такого теоретического ведения, а больше посмотреть, как решается тайная задача с прикладной точки зрения. И последний материал — это блок Александра Геннадьевича Дьяконова. Там часто выходят какие-то интересные статьи, где он разбирает те или иные темы. Я вам тоже очень рекомендую на нее подписаться и читать. Итак, давайте перейдем дальше к второй части нашей лекции. Это, собственно, давайте формально поставим задачу машинного обучения. Итак, формальная постановка. Пусть у нас имеется множество объектов. В нашем примере это, собственно, рестораны. То есть ресторан — это объект. Каждый объект описывается некоторым вектором его так называемых наблюдаемых характеристик или признаков. Это синонимы. И, ну, например, в данном случае это, пускай будет, например, площадь. Площадь этого ресторана. Или тип его кухни. То есть там это или суши, или пиццы, и так далее. Или, например, число официантов. Это все-таки наблюдаемые характеристики этого ресторана. И также имеется некая скрытая характеристика этого ресторана, которую мы не можем так просто померить, как, например, наблюдаемые характеристики. То есть в данном примере пусть у нас будет скрытая характеристика — это как раз выручка ресторана за следующий год. То есть обычно как раз-таки скрытые характеристики или целевая переменная — это такие характеристики, которые мы не можем просто померить или не можем померить вообще. То есть, например, мы не можем сказать заранее, какая будет выручка у этого ресторана. Итак, мы предполагаем, что существует некая функция f, которая работает из множества x в множество y. То есть каждому признаку описания ресторана, то есть сколько у него официантов, какая у него площадь и так далее, ставит в соответствие целевую переменную. То есть ставит в соответствие, сколько денег, какая будет выручка у ресторана за следующий год. Это наше базовое предположение, что такая функция есть. Ну, тут стоит заметить, почему мы вообще считаем, что она есть. Это наше такое базовое утверждение, оно основано на нашем таком жизненном опыте. То есть, например, мы интуитивно знаем, что если, например, ресторан очень большой, у него очень большая площадь, то, скорее всего, он сможет обслужить больше клиентов, а значит, у него будет больше выручка. Ну, и то же самое с официантами. Если ресторан, у него очень много официантов, значит, он сможет принять одновременно больше клиентов, и выручка будет больше. Это такое наше базовое предложение, наше базовое предположение из реального мира. И давайте обсудим задачу. То есть, что же нам нужно сделать? Значит, нам нужно, имея какой-то ограниченный набор объектов, то есть ограниченный набор ресторанов, и нужно построить вот функцию A, которая бы приближала нашу функцию F на все множество объектов, на все генеральные совокупности, как говорят в статистике. Давайте внимательно посмотрим на эту задачу. Эта задача, так называемая, задача такая индуктивная, то есть у вас есть ограниченный набор точек, и ваша задача, имея такой ограниченный набор, построить закон природы, то есть узнать, как связана, например, площадь ресторана с его выручкой. Уже сразу из индуктивной постановки задачи видно, что ее точно решить нельзя. То есть невозможно, с точки зрения здравого смысла, имея ограниченный набор примеров, построить закон природы, который бы работал идеально. Это не физика. То есть, например, если физике мы, например, подбрасываем тело под углом к горизонту, то мы с помощью уравнений Ньютона сможем легко построить точку в каждый момент времени. Здесь это сделать не получится, потому что мы выставим закон, имея только ограниченную выборку. Поэтому заранее мы можем сказать, что мы сможем восстановить этот закон только с определенной точностью. Вопрос, как эту точность мерить, мы обсудим в течение всего нашего курса. Итак, я думаю, с общей постановкой мы разобрались. Идем дальше. Дальше нам стоит обсудить, какие вообще, в принципе, бывают признаки. То есть, как мы ресторан будем описывать для наших алгоритмов. Обычно выделяют четыре типа признаков. Во-первых, это вещественный признак. Это такой признак, который принимает, собственно, вещественные значения. Это, например, площадь ресторана, просто вещественное число. Второй тип признака — это бинарный признак. Это признак, который принимает два значения. Это, например, признак, не знаю, есть ли у ресторана лицензия на алкоголь. То есть, она либо есть на подарок алкоголя, либо ее нет. Поэтому это бинарный признак. Третий тип признака — это категориальный признак. Значит, он может принимать K значений. В данном случае это может быть, например, тип кухни ресторана. Он может готовить или суши, или пиццу, или пироги печь и так далее. Но этот набор, он заранее фиксирован. То есть, мы точно знаем, что он может принимать одно из K значений. И дальше четвертый тип признака — это порядковый признак. Порядковый признак — это упорядоченный категориальный признак. Например, это число кухни в ресторане. То есть, число кухни может принимать значение от нуля, ну, от одного, наверное, да, например, как вот ста. То есть, больше ста кухни ресторанов у нас не бывает. Но при этом это не категориальный признак, потому что мы можем сказать, что кухня, три кухни больше, чем две. То есть, в данном случае, когда мы говорили про тип кухни, мы не можем сказать, что пицца — это лучше, чем суши. Но мы можем сказать, что три кухни больше, чем две кухни. Поэтому это порядковый признак — это упорядоченный категориальный. Так, давайте пойдем дальше. Разберем, какие вообще типы бывают задач машинного обучения. Какие типы обычно выделяют. Давайте обозначим вот множество, которое нам дано, которое нам дано размера N. Так называемая обучающая ворка. Обозначим ее за X-train. Это как раз-таки признаки описания объектов обучающей в выборке. И Y-train — это как раз-таки описание целевой переменной, то есть скрытого признака. Значит, выделяют обычно три задачи. Три задачи. Первая задача — это обучение с учителем. Оно же Supervised Learning. Супервайзер по-английски — это как раз-таки наставник, не всем учитель. Значит, это когда у нас известны и X-train, и Y-train. То есть на обучающей в выборке нам заданы как вектор признаков, так и целевая переменная. Обучение. Второй тип обучения без учителя. Так называемый Unsupervised Learning. То есть без наставника. Значит, нам известны только признаки описания объектов из обучающей в выборке. То есть у нас нет ни одного примера, где нам была бы известна целевая переменная. То есть кажется, что это невозможно. Но, например, чисто интуитивно вы можете понять, что... Что такие задачи реально бывают. Например, бывает такая задача, так называемой кластеризации. То есть это поиск объединения в группы похожих объектов. Такой пример задачи без учителя. И вот, например, вы можете понять, что ее можно решать без целевой переменной. То есть, например, вы можете понять, что два объекта похожи, не имея какую-то целую переменную. То есть, например, вы имеете признаки описания ресторана 1 и признаки описания ресторана 2. И вы можете сказать, что они похожи, потому что они имеют одинаковый тип кухни. Для этого вам не нужно знать целевую переменную. Вам не нужно знать заранее какую-то выборку, где было бы размечено, что эти рестораны похожи. То есть задачи кластеризации, например, можно решать и без учителя. Третий пункт – это так называемое частичное обучение. На английском это semi-supervised learning. Это когда нам известна x-train, и для некоторых объектов из x-train нам известна целевая переменная. А для некоторых – нет. То есть у нас есть как объекты, у которых известна целевая переменная, так объекты, для которых она неизвестна. В нашем курсе мы рассмотрим первые два типа, а третий тип вы обсудите в курсе машинное обучение, часть 2, который вас ждет дальше. Итак, давайте разберем, что такое обучение с учителем. Значит, по типу целевой переменной обучение с учителем разбивается на два класса. Ну, на самом деле, на несколько классов, но мы в курсе разберем только две постановки, потому что, на самом деле, их довольно много. Во-первых, это классификация. Это когда у вас целевая переменная принимает одно из m-значений. Это, например, тип ресторана. То есть если вы хотите классифицировать рестораны на какие-то типы, например, предсказать, там, не знаю, окупится этот ресторан или нет. Это двухклассовая классификация. То есть метка 1, если он окупится, то есть ваши вложения не отобьются, и 0, если нет. То есть вы вложили много денег, а в итоге ничего не получили. Это такой пример бинарной классификации. Можно также привести пример, там, так называемой многоклассовой классификации, когда классов больше, чем один. Это, например, предсказать по, например, меню ресторана, предсказать, какой кухня он специализируется. Понятно, если у вас есть, там, ролл Филадельфия, скорее всего, это суши. Также второй тип для задачи машинного обучения с учителем – это регрессия. Это когда у вас целевая переменная принимает или вещественное число, или m вещественных чисел. То есть сразу несколько. То есть в нашем примере как раз-таки предсказание прибыли ресторана – это такой типичный пример задачи рекрессии, потому что целевая переменная прибыль – как раз-таки вещественное число. Итак, идем дальше. И давайте просто посмотрим на пример классификации. На слайде вы можете видеть синенькими крючками обозначены объекты класса одного и красными крестиками объекты класса другого. И вы можете заметить, что они так очень удобно группируются, и поэтому забыл добавить, что они отрисованы в пространстве двух признаков. То есть они так удобно сгруппированы, и алгоритм как раз-таки, который разделяет, решает задачу классификации, он их разделяет с помощью такой зеленой прямой. Видно, что он делает это совершенно без ошибок. На правой картинке вы видите задачу многоклассовой классификации. Там как раз-таки у вас три класса. Есть и треугольнички, и крестики, и квадратики. И там строятся три алгоритма. Каждый алгоритм отделяет свой класс от всех остальных классов. Это такой базовый прием многоклассовой классификации. Мы строим несколько алгоритмов, которые отделяют один класс от вообще всего остального. Дальше мы посмотрим пример регрессии. Здесь мы уже смотрим картинку от одной, одного признака. И здесь видно, что точки лежат на какой-то такой кривой. Ну, мне лично напоминает синус. И как раз-таки можно заметить, что вот цель задачи регрессии это как раз обучить такую вот кривую, которую бы хорошо предсказал бы наши точки. В данном случае как раз-таки обучить какой-то синус, который позволяет с какой-то неплохой точностью восстанавливать исходную зависимость. Дальше давайте разберем задачу обучения без учителя. В ней можно выделить следующие типы. Это, во-первых, кластеризация, о которой мы уже говорили. То есть это разбитие объектов на какие-то группы. Такие группы, что объекты в одних группах похожи, а в разных отличаются. То есть, что это может быть? Это, например, можно взять текст и разбить его приложение по смыслу. Так, чтобы предложение с одним смыслом, ну, предложение, несущее один смысл, объединились бы в одну группу, а с другим смыслом в другую группу. То есть, разбить предложение по так называемым темам. Зачем это нужно делать? Ну, это чисто такая преклонная задача, например, если вы хотите суммаризовать предложение, текст. То есть вы берете, вы не хотите терять смысл текста, поэтому вы для суммаризации используете каждый получившийся кластер и берете одно предложение с каждого кластера. И так, собирая предложение, вы получаете текст, который а, меньше, чем исходный текст, и б, содержит все темы, которые были в исходном, потому что вы заранее его так откластеризовали. Второй пример, второй тип задачи обучения без учителя, это как раз-таки, это поиск аномалий. То есть, это поиск объектов, которые отличаются от всех остальных. Ну, здесь можно такой привести пример. Это, например, анализ банковских транзакций. То есть, например, банк анализирует транзакции с вашей карточки. И, например, если вы резко начинаете делать какие-то операции, которые вам не свойственны, например, вот вы начинаете покупать товары в каких-то странах, городах, где вы раньше, ну, где вы не проживаете. Или, например, вы покупаете какие-то товары, которые вам раньше были неинтересны, и происходит все очень резко и, например, на очень большие суммы. Банк понимает, что этот объект, ваша транзакция, она стала, они сильно не похожи на другие ваши транзакции, на ваши другие объекты. И из-за этого понимает, что, скорее всего, это аномалия. Скорее всего, это не вы, а вашу карточку украли. То есть, это такой пример, так называемого, фрода. То есть, мошенничество. И банк как раз-таки детектирует такие аномалии, и благодаря этому ваши карточки блокируются, и ваши деньги остаются в сохранности. Третий тип обучения без учителя – это, так называемое, снижение размерности. Это просто уменьшение числа признаков. Часто бывает, что в задачах анализ данных признаков очень много, и с ними очень тяжело работать. Ну, в данном случае, и по времени может быть сложно работать, и по качеству алгоритма сложно работать, и по памяти в машине сложно работать. Поэтому уделяет отдельную задачу – это взять все признаки, которые у вас есть, и как их уменьшить, чтобы с ними было проще работать. Итак, давайте посмотрим, например, кластеризации. Здесь у нас на слайде обозначено 5 кластеров, и вы видите, что они все очень удобно сгруппировались. То есть, задача кластеризации, напомню я вам, это нахождение таких групп, где объекты в одной группе похожи, а между разными группами отличаются. Вот вы видите, что вот как раз-таки красный кластер, он сильный, объекты там сильные находятся рядом в признаковом пространстве. Поэтому можно сказать, что задача кластеризации здесь хорошо решена. Так, значит, пример поиска аномалий. Вот мы видим множество точек, которые очень близко расположены друг с другом. Это, так называемые, нормальные объекты. И мы можем заметить, что вот есть синяя точка, которая сильно от всех отделена. Она одна такая, она находится очень далеко от всех объектов обучающей выборки. То есть, скорее всего, это аномалия. То есть, в том примере, который мы обсуждали, это, возможно, какая-то мошенническая операция. То есть, это пример фрода. И мы можем сказать, что такую карточку нужно блокировать. Тут стоит обсудить такой вопрос. Чем задача поиска аномалий отличается от задачи классификации? То есть, кажется, что мы можем взять обучающую выборку и разметить, значит, на два класса. Это, значит, есть аномалия или нет. То есть, кажется, что это какая-то искусственная задача, которая на самом деле является задачей классификации. На самом деле нет. И причина здесь очень простая. Причина в том, что аномалии, они не похожи на объекты, обучающие выборки, все время по-разному. То есть, это как сказал Толстой, что все счастливые семьи похожи, а несчастная семья, она несчастна по-своему. То есть, в данном случае мы можем сказать, что несчастная семья – это такая аномалия, и мы не можем заранее ее решить, задачу классификации, потому что она никак не похожа на другие несчастные семьи. Она никак не похожа на другие аномалии. Поэтому задача поиска аномалий, она выделяется в отдельный класс именно из-за этой причины, что вот каждая такая аномалия, она совершенно не похожа на все другие. Поэтому сделать алгоритм классификации, который будет как бы находить похожие аномалии – эта задача обречена. Надеюсь, мы с вами с этим разобрались. Давайте пойдем дальше, например, как раз-таки задачи снижения размерности. Здесь у меня на слайде опечатка, это не поиск аномалий, это снижение размерности. Давайте представим, что у нас было два признака, да, и мы построили такой график, где отложили по оси Y признак X2, а по оси X признак X1. И вы можете заметить, что эти признаки, они лежат на какой-то прямой, да, то есть они относительно друга расположены не случайно, а между ними есть какая-то взаимосвязь, в данном случае очевидно линейная. То есть если вы видите, что ваши признаки как-то связаны внутри себя, очевидным образом вы можете это пространство уменьшить. В данном случае мы построили такую зеленую прямую, которая проходит через эти точки, и можно заметить, что если вы проведете проекцию от каждого крестика до этой прямой, то расстояние перебетикуляров до этой проекции будет очень маленькое. То есть эта прямая очень точно аппроксимирует ваши точки. То есть таким образом, если мы смогли построить такую прямую, которая аппроксимирует так хорошо наши точки, мы можем в качестве нового признака, единственного признака, который будет описывать полностью наши данные, это взять как раз-таки расстояние от начала отчета там до проекции на эту прямую. То есть внизу показано, что признак Z1, это как раз оно и есть. То есть это расстояние от точки пересечения прямой с осью, наверное, Y до проекции каждой точки на эту прямую. То есть сначала была точка красненькая, X, потом черненькая, потом зелененькая и так далее. Таким образом мы, найдя, увидев такую скрытую закономерность в данных, смогли уменьшить размерность, ну, по сути, в два раза. Ну, было два признака, а мы построили один признак. И самое важное, что здесь нужно отметить, что этот признак практически не теряет информации. То есть так как мы видим, что прямая построена очень хорошо, то есть это значит, что в признаках заранее была эта линейная зависимость, то есть тогда, когда мы сделали эту проекцию, мы информацию вообще не потеряли. То есть решая задачу на этом признаке, вы сможете построить тот алгоритм, такой же хороший, как если мы бы решали задачу на двух признаках. Это очень важно, то есть если мы делаем такую замену, очень важно, чтобы мы не теряли данных. То есть понятно, что можно всегда просто отбросить там 10 признаков, оставить один признак, тогда вы как бы решили задачу снижения размерности. То есть это не так, потому что таким образом вы потеряли очень много информации. А в данном случае нет, мы всю информацию оставили при себе. Так, идем дальше, переходим к третьей части нашей лекции. Третья часть — это как раз-таки давайте разберем какие-то вот прикладные задачи на нескольких примерах. Как мы будем делать этот разбор? Разбор мы будем делать по очень строгому принципу. Почему? Потому что для специалиста по анализу данных, когда он видит новую задачу, ему очень важно, чтобы он полностью понимал ее постановку. Он должен четко понимать, что является объектом, что является целевой переменной и так далее. Если он этого не понимает, то решить задачу хорошо он ее никак не сможет. Поэтому давайте на нескольких примерах разберем эту постановку. Итак, делаем все по единому принципу. Во-первых, давайте разбираться, что является объектом в задаче. Что является целевой переменной в задаче? То есть что мы вообще хотим в этой задаче сделать? Какой мы хотим принести пользу? Третье — это разберемся, можем ли мы найти обучающую выборку, чтобы там была целевая переменная. Если можем, то это задача обучения с учителем. Если не можем, то это без учителя. Значит, дальше мы подумаем, какой это тип. Это может быть или регрессия, или классификация, или классализация, или поиск аномалий. Пятое — мы обсудим, какие данные нам нужны. То есть откуда нам брать данные для решения такой задачи. И шестым пунктом обсудим, какие признаки извлекать. То есть как построить правильно признаковое пространство, чтобы эту задачу хорошо решить. Итак, поехали с первой задачи. Это так называемый спам-фильтр. Задача такая очень... должно быть вам известная. То есть спам-фильтр — это такая программка, которая установлена у вас в почтовике. Она анализирует вашу активность в почтовике. Она смотрит, какие письма вы отправляете спам, какие нет. И анализируя эти факты, факты отправления писем-спам, она для новых писем принимает решение, является оно спамовым письмом или нет. Если оно не является спамовым, то спам-фильтр отправляет его в специальную папочку. Ну, все мои задачи известны, понятны, поэтому давайте быстрее по ней пройдемся. Во-первых, очевидно, что в данной задаче объектом является просто письмо. То есть мы хотим сделать прогноз для письма. Как она у нас составляет переменная? Что мы хотим сделать? Мы хотим, чтобы все плохие спамовские письма попали в определенную картиночку, картиночку спам. Поэтому целевая переменная в данной задаче, очевидно, является, это такая бинарная переменная, является ли письмо спамом. Если является, мы отправляем в спам, иначе нет. Значит, это задача с учителем. Почему? Потому что мы можем набрать обучающую выборку, где был бы размечен этот таргет, эта целевая переменная. Ну, как, например, можно ее набрать? Например, можно посмотреть, какие письма раньше люди отправляли в спам. То есть если он отправил в спам, значит, как раз таки мы знаем, что целевая переменная имеет класс 1. Да, то есть письмо спамовская. Понятное дело, что это бинарная классификация, так как у нас два класса всего, спам или не спам. Данные мы берем просто из такой истории почты. Мы берем все письма, которые сами пользователи разметили, что это спам. То есть все письма, которые люди сами занесли в эту папочку. И берем письма, которые люди не занесли в эту папочку. Мы считаем, что они не спамовские. Ну, и какие признаки мы будем извлекать? Ну, очевидным образом, что нам помогут ключевые слова. То есть, например, можно сделать бинарный признак. Значит, есть ли слово скачать в этом письме. Или там, имеется ли слово бесплатно в этом письме. Можно использовать также, например, содержит ли письмо какие-то ссылки. Очевидно, что спамовские письма часто пытаются вас переотправить на какие-то фишинговые опасные сайты. Также, например, можно использовать почту отправителя, потому что если мы уже знаем, что этот отправитель один раз отправлял спам, скорее всего, он может отправлять спамы и дальше. Также, например, можно использовать дыну письма. То есть, например, бывают специальные спамеры, которые пишут огромные тексты. Ну и так далее. То есть, здесь дальше ваша фантазия и, в принципе, насколько ваше знание о предметной области, ваше знание о предметной области поможет вам правильно построить признаковое пространство. Итак, идем дальше. Дальше такая популярная задача о рекламе, да, то есть задача о рекламных объявлениях. Мы хотим, например, на нашей социальной сети Одноклассники показывать рекламные баннеры, да, с нашим товаром, с нашей продукцией. Но мы не хотим показывать эти баннеры случайным людям. Мы хотим, чтобы та реклама, которую мы показываем, она была как-то, она как-то заинтересована у человека. То есть она, мы должны показывать не случайным людям, а тем людям, которые заранее более, так сказать, лояльны к нашему продукту, которые заранее, скорее, его купят. Как же такую задачу решать? Мы хотим, чтобы для каждого баннера, то есть, например, если, вот мы знаем, что это девушка, которая интересуется покупкой косметики, покупкой косметики, мы хотим, чтобы вот наши баннеры с косметикой были ей показаны. Мы хотим, чтобы для каждого, для каждого человека и для каждого баннера была посчитана какая-то вот чиселка, которая бы говорила то, насколько вероятно, что этому человеку, этот человек купит этот товар. Ну, или просто хотя бы кликнет по этому баннеру. В итоге мы потом для каждого человека найдем те баннеры, которые имеют эту чиселку максимальную. То есть найдем те баннеры, для которых человек с большей вероятностью на них перейдет. Таким образом, мы для каждого человека подберем что-то максимально для него релевантное. Окей, давайте разберем эту задачу. Объектом в данной задаче очевидным образом является не пользователь и не объявление, а является пара пользователя объявления. Потому что совершенно бессмысленно говорить о том, какую рекламу показать. То есть бессмысленно говорить, хороша ли реклама пользователю, если мы не берем в контекст саму эту рекламу. И не имеет смысла говорить, хорошо ли это объявление для всех, потому что если мы не берем обращать пользователя. Потому что одно рекламное объявление может быть хорошо для одного пользователя, но другого очень плохо. Поэтому здесь, как объект задачи, мы берем именно пару. Значит, в качестве целевой переменной это очевидным образом можно использовать кликнет для пользователя на объявление. То есть нам важно, чтобы мы показывали пользователям объявления те, на которые он с большей вероятностью кликнет. Сможем ли мы набрать обучающую выборку с целевой переменной? Да, сможем. По понятным причинам. То есть у нас, это пункт 5, у нас есть пользовательская история взаимодействия с рекламой. То есть оттуда мы можем взять факт показа баннера какому-то человеку. И мы точно знаем, просто залогируем в нашей системе, кликнул ли человек на этот баннер. То есть у нас есть выборка обучения, у нас выборка есть, где у нас есть целевая переменная. Поэтому это задача обучения с учителем. Ну, понятное дело, что это бинарная классификация, потому что у нас всего два класса, кликнет он или нет. И в качестве признаков что мы можем использовать? Ну, например, мы можем использовать город, например. Какие-то интересы человека. То есть, например, очевидно, что если мы знаем, что раньше он интересовался косметикой, то, скорее всего, его интересы не поменялись и адекватным показом для него будет это какая-то косметика. Также, например, мы можем использовать какие-то признаки, которые характеризуют пользователя. Например, его пол, то есть его, если мы знаем его доход и так далее. Все эти признаки, они будут как-то описывать пользователя, но также нам нужны признаки, которые описывают и рекламное объявление. Например, его категория. То есть это косметика там или какая-то одежда. И также нам нужны признаки, которые описывают и пользователь одновременно и объявление. Например, интересовался ли этот пользователь раньше этой тематикой. То есть покупал ли этот человек раньше одежду или нет. Отлично, разобрали рекламу. Давайте перейдем дальше. Это предсказание объема продаж. То есть предсказание спроса. Очень популярная задача для всех ритейлеров, потому что очень важно предсказать, сколько мы продадим товара, предсказать спрос по той причине, что у вас есть склад и у вас есть, например, скрапорческие продукции. Вы туда их завозите и вы хотите, чтобы они поступали ровно в том количестве, чтобы они, во-первых, не было такого, что люди все раскупили, у вас нечего предложить им. Тогда вы просто теряете деньги. Это нехорошо. Ну и второе, вы просто не хотите, чтобы они портились на складе. И даже если продукт нескоропорчащийся, все равно, если он занимает место на складе, значит вы теряете деньги, потому что вы арендуете склад, платите деньги, а товар просто там лежит. Это нехорошо. Поэтому очень важно для ритейла, для всяких супермаркетов, чтобы им поступало на склад ровно столько товара, сколько они могут продать. Поэтому задача спрогнозировать, сколько мы продадим в магазине А товара Б, завтра, например, задача очень важная для всяких супермаркетов. Итак, давайте разберем эту задачу. Что является объектом в данной задаче? Очевидным образом, что в данной задаче уже объект, это не пара, как в прошлой задаче, это уже тролика. Мы хотим для каждого товара в каждом магазине, это если у нас есть сеть магазинов, в каждый день приискать спрос. Какая у нас целевая переменная? Ну, это, собственно, сколько мы за этот день продадим товара. Именно в этом магазине. Очевидным образом, это как раз тоже обучение с учителем, потому что мы можем из истории продаж посмотреть, сколько мы раньше его продавали. То есть мы можем набрать обучающую выборку с целевой переменной. Тогда это обучение с учителем. Это регрессия, потому что наша целевая переменная – это вещественное число, это как раз количество товара, которое мы продадим. И как признаки для решения данной задачи можно использовать, например, сколько раз мы продавали этот товар раньше. Например, можно использовать день недели. Например, является ли это праздник. Наверное, в Новый год продается, например, много шампанского, но продается мало других вещей. То есть нужно учитывать сезонность. Понятно, что летом люди покупают не совсем то, что они покупают зимой. Нужно учитывать стоимость товара. Например, если товар подрос в цене, скорее всего, его будет покупать меньше. И, например, есть на этот товар скидка. То есть если вы сделали большую скидку, скорее всего, товар будет лучше раскупаться. Ну, я думаю, вы сами без труда сможете придумать такие признаки. А мы перейдем к следующей задаче. Это задача сегментации пользователей. Вот представьте, что у вас есть какая-то, что вы владелец какой-то телеком-компании, очень большой, и вы хотите как-то пользователей лучше понять. Лучше понять, чтобы предложить им какой-то особенный тарифный план. То есть чтобы у вас был не один тарифный план для всех, а чтобы у вас были какие-то группы пользователей, которым вы предлагали именно то, что нужно им. Тут есть некая проблема, потому что вы заранее не знаете, что им нужно. То есть вам нужно сначала выделить какие-то группы пользователей и только потом подумать, что им предлагать. То есть очевидным образом, здесь в данном случае объектом это пользователи, а целевой переменной будет являться кластер пользователя, то есть его группа. То есть заранее мы не знаем, какие у нас данные кластера, мы не знаем группы, поэтому это не задача классификации, как было раньше. Это задача обучения без учителя, потому что мы не можем в истории набрать метку, потому что мы ее просто не знаем. Это задача кластеризации. И очевидным образом данные нам нужны, это просто история пользователей. То есть нам нужно посмотреть, в принципе, вот я уже перечисляю признаки, нам нужно посмотреть, как он пользуется своим телефоном. То есть, например, сколько он тратит времени, сколько он звонит, сколько он выходит в интернет, как часто, сколько он тратит денег на звонки и на интернет. То есть видно, что если это, условно говоря, какая-то пожилая женщина, она, наверное, не очень часто использует выход в интернет, и ей нужен какой-то тарифный план, который был бы связан с какой-то, с более дешевыми звонками, да, а интернет ей вообще не нужен. Или, например, есть какой-то молодой человек, он сидит только в мессенджерах, он не пользуется ни звонками, ни сообщениями, ему не так важна стоимость на телефон, на звонки, но ему очень важна стоимость на интернет. Поэтому нам логично найти таких пользователей, найти их и объединить группу, а потом этой группе предложить, вот смотри, есть такой тарифный план специально для тебя. Итак, мы разобрали задачу сегментации пользователей, и перейдем к последней задаче, это детектирование поломок. Сейчас это становится все популярнее и популярнее, потому что анализ данных входит в разные области, он входит сейчас и в машиностроение, на всякие заводы, и очень популярная задача на заводе, это, собственно, детективы поломок, поломку. Что это значит? Представьте, что у вас есть завод, и вам очень нравится, если у вас происходит поломка, и сотрудник, который чинит поломку, приходит через много времени, просто потому что поломка обнаруживается поздно. Вот у вас сломалась какая-то деталь, какая-то часть завода, а вы узнаете об этом через час. И час завод или работает плохо, или неисправно, или просто в крайнем случае вообще не работает. Если это так, то вы теряете просто деньги. У вас завод простаивает, или делает плохие детали, плохую продукцию, вы теряете деньги, и это нехорошо. Вам нужен какой-то алгоритм, который бы сказал, что вот сейчас завод находится в плохом состоянии, он сломан, вызывайте сотрудников, чтобы его учинили. Это вам значительно поможет снизить вот это время простоя. Итак, что же у нас будет объектом в данной задаче? Такой, в данной задаче объекты это просто интервал времени. Вот, что мы разбили наше время на какие-то участки, например, на 10 минут, и наша цивая переменная, это исправен ли завод на этом участке времени. Кажется, что это задаче классификации, потому что вы видите такой паттерн, исправен ли, то есть это два класса, исправен ли или нет. Но проблема в том, что у нас нет возможности получить обучающую выборку. То есть у нас есть возможность посмотреть, когда были неисправности, но, как я говорил раньше, поиск аномалии интересен тем, что каждая новая аномалия, она не похожа на старую. То есть у вас прошлые аномалии, прошлые неисправности завода, они были связаны, например, с полом какого-то болтика. И очевидным образом, именно этот болтик уже не сломается. Сломается что-то другое. Что-то пойдет не так. Но вы точно не знаете из прошлого, что именно это будет. Поэтому в данном случае это задача не классификации, а обучение без учителя и поиск аномалий. Откуда нам взять данные для нее? Это просто история работы приборов на заводе. То есть мы точно знаем, когда завод не работал исправно. И наша задача новый объект сравнить с теми объектами, когда завод работал исправно. Ну как сравнить? Очевидно, вам нужно смотреть замеры каких-то приборов. У вас завод, у вас много приборов, которые измеряют его работу. И, например, вы можете смотреть, насколько новые измерения сильно отходят от старых. То есть если вдруг у вас какой-то прибор начинает резко показывать, что пошло какое-то сильное изменение от того, что было раньше, скорее всего, у вас произошла поломка и нужно об этом сигнализировать. Отлично. Давайте перейдем к последней части нашей лекции. В последней части мы с вами обсудим, как вообще строить алгоритмы. Я вам покажу такой базовый функционал, который вам позволит ближе познакомиться к способу построения алгоритма машинного обучения. Итак, давайте обсудим одну вещь. Вот, очевидным образом нельзя построить алгоритм, если вы не можете сказать, какой алгоритм лучше, а какой хуже. То есть бессмысленно говорить, что мы можем строить что-то, если мы не можем это оценивать. Сначала нужно определиться, как алгоритм оценивать, как сравнивать друг с другом, как понять, что этот самый лучший. И это мы можем делать следующим образом. Ну, для простоты далее мы будем рассматривать только обучение с учителем. Но примерно такой же подход можно использовать и для задач обучения без учителя. Итак, вводим некую функцию, которая называется функция потерь. Она же по-английски называется lossFunction. Это неотрицательная функция, которая показывает величину ошибки алгоритма А на объекте х с целевой переменной у. То есть, насколько наш алгоритм на этом примере ошибся, насколько сильно он ошибся. Также введем функционал по качеству q. Это будет просто усреднение, среднее значение функции потерь на выборке. и разберем и обычно строят алгоритм с помощью так называемого принципа минимизации эмпирического риска. В чем он заключается? Какой алгоритм нам взять? Очевидным ответом будет такой. Нужно взять тот алгоритм, у которого функционал качества, то есть сумма функций потерь на обучающей выборке минимальна. То есть мы берем некое семейство алгоритмов А большое, то есть семейство в данном случае давайте говорить просто о каком-то множестве. То есть оно может быть, например, конечное или счетное, или даже не счетное. Просто какое-то множество, множество алгоритмов. И правильный алгоритм такой, который показывает минимальное значение на обучающей выборке по этому функционалу. Давайте сразу обсуждим какой-нибудь пример. Вот представьте, что мы делаем, опять-таки, задачу предсказания спроса, предсказания выручки ресторанов, да, и возьмем какие-нибудь три алгоритма. Например, алгоритм, который говорит, что выручка ресторанов будет точно такая же, как в прошлом году. Алгоритм А. Алгоритм Б. Это что выручка ресторанов будет такая же, как средняя выручка ресторанов в его районе. То есть мы делаем в районе Щукина, мы считаем среднюю выручку ресторанов в этом районе, и как предсказание используем ее. И, например, алгоритм С мы берем и считаем, что выручка ресторанов будет такая же, как средняя выручка ресторанов данной категории. Мы берем все пиццерии, считаем, сколько в среднем пиццерий зарабатывает, и для новой пиццерии делаем такой прогноз. Вот у нас есть три алгоритма. Вот очевидный вопрос, какой из них лучше, какой выбрать. Что нам говорит принцип университета эмпирического риска? Он говорит, выбери тот, который лучше предсказывает выручку ресторанов на обучающем выборке. То есть мы берем каждый алгоритм, используем его для предсказания на обучающем выборке и считаем качество. Вот если, например, кажется, что алгоритм А, который предсказывает ровно столько, сколько было в прошлом году, если он лучше всего, мы его берем и используем его дальше. Считаем, что это хороший алгоритм, самый лучший из всех. Давайте разберем какие-нибудь примеры функций потерь. Ну, например, для классификации такой очевидным образом это потеря будет, это ошиблись ли мы с классом. Да, то есть если наше предсказание не равно, то есть здесь опечатка должна быть не равно целевой переменной, то мы считаем, что это ошибка и штрафуем наш алгоритм на единичку. То есть здесь я использовал нотацию, которая заключается в том, что если значение внутри скобочек истина, то это единичка. Иначе это нолик. Также для регрессии можно придумать такую функцию потерь. Это абсолютная разница между предсказанием вашего алгоритма и целевой переменной. То есть чем больше вы ошиблись, тем больше вас штрафуют. И, значит, такая популярная формула обучения, которая вот была введена в статье, которую я указал ниже. Обучение представляет из себя, то есть это representation, то есть representation это представление, то есть это как выглядит A, как мы задали A семейство алгоритмов, каким образом. В нашем примере мы задали с помощью просто множества из трех алгоритмов. Evaluation это какую функцию L мы выбрали, то есть как мы меряем качество, как мы меряем, насколько алгоритм хорош. И optimization это просто каким образом мы находим наш аргуминимум, то есть каким образом мы решаем задачу оптимизации. В нашем случае мы просто перебрали все три варианта. Итак, давайте пойдем дальше и обсудим вот такой момент. Вот представьте, что мы сделали эту минимизацию и ключевой вопрос. Открыли мы таким образом, открыли ли мы таким образом закон природы, да? Или мы просто подогнались, что называется, под обучающую выборку. То есть совершенно не обязательно, чтобы вот эта функция, вот этот алгоритм, который доставляет этот минимум, он полезный. Ну давайте такой прям простой пример. Вот, несложно придумать алгоритм, который имеет ошибку на обучении ноль, абсолютно ноль, но при этом он совершенно бесполезен. Ну в данном случае можно придумать просто алгоритм, который запоминает обучающую выборку. Он просто запоминает соответствие между всеми иксами и всеми игреками. И когда приходит объект, который уже был в обучающей выборке, он просто говорит его ответ. Для других объектов он совершенно бесполезен. Он не знает, он просто запомнил обучающую выборку. Понятно, что этот алгоритм совершенно бесполезен. Для решения реальных задач он не нужен, но при этом ошибка на обучении у него просто нулевая. Очевидным образом, мерить качество алгоритма только по ошибке на обучающей выборке, это такое себе решение. Поэтому, как правило, алгоритм проверяет на другой выборке, так называемой контрольной выборке, которую я обозначил X-тест, Y-тест. Это та выборка, которую он раньше не видел. Он не смог так настроиться, подогнаться под эту выборку, как под обучение, потому что он раньше ее не видел. Вводится также такое универсальное, базовое понятие, как переобучение, о чем мы говорили раньше. Проблема переобучения – это когда у вас значение как раз-таки на обучающей выборке сильно меньше, чем значение на контрольной выборке, то есть на тестовой. Это значит, что вы под обучение, обучение предсказываете сильно-сильно лучше, чем значение на тесте. Это значит как раз-таки то, что вы ваш алгоритм в значительной мере подогнали под обучающую выборку. Это нехорошо, с таким надо бороться, потому что нам важно, чтобы мы не подгонялись под выборку, а чтобы мы открывали закон природы, чтобы мы могли наш алгоритм A обобщить на всю генеральную совокупность. Если значение функционала на обучающей выборке и на тестовой примерно одинаковое, то говорят, что алгоритм обладает обобщающей способностью. Он способен в своей умении, полученной на обучающей выборке, обобщать на объекты, которые он еще не видел. Есть такой здравый вопрос. Всегда ли бывает переобучение? Можно ли добиться такого, чтобы переобучения не было вообще? Ответ такой, что нет, нельзя, просто потому что у вас задача изначально индуктивна. Как мы говорили раньше, у вас задача нахождения закона природы по неполной выборке. То есть вы в любом случае, когда настраиваете алгоритм A на эту выборку, вы уже заранее как бы делаете его чуть-чуть лучше на ней. Но переобучение может быть очень маленьким, и вы этого можете не заметить. Но также переобучение может быть еще из-за излишней сложности модели. Что касается сложности модели. Ну это, например, просто мощность этого семейства алгоритмов A большое. Представьте, что в данном примере у нас было бы не три алгоритма, а десять тысяч. И мы бы просто по очереди перебирали все десять тысяч вариантов и смотрели, какое из них показывает лучшее качество на обучающей выборке. Совершенно случайно могло быть так, что какой-то из десять тысяч алгоритмов просто бы очень хорошо описывал их. Ну, случайно просто потому, что мы перебирали очень-очень-очень много вариантов. То есть наша модель была очень сложна, там было очень много разных алгоритмов. И один из этих алгоритмов так получилось, что он подошел. Вот, например, вот мы говорили о том, что у нас есть алгоритм, который предсказывал выручку по средней выручке в ресторане данного типа кулинарии. И вот представьте, что у вас в вашей обучающей выборке было всего два объекта типа суши, и у них, у обоих была очень большая выручка. Такой алгоритм, можно подумать, что все суши зарабатывают очень-очень много. Но это получилось просто потому, что у вас природа индуктивна. У вас не было объектов в обучающей выборке, а объектов, которые готовят суши, которые бы зарабатывали мало. Но очевидно, что в мире такие есть. Из-за этого алгоритм, который построен таким образом, он на суши будет показывать очень высокое качество. Но он будет переобучен на обучающей выборке, потому что у вас не было примеров ресторантов, которые готовят суши, которые бы показывали маленькую выручку. Я думаю, мы разобрались с тем, что такое переобучение, и что оно бывает из-за того, что модель слишком сложна. То есть мы слишком много перебираем вариантов, и какой-то из этих вариантов начинает показывать хорошее качество на обучающей выборке. Но это не закон природы. Это просто мы так хорошо подогнались. С этим нужно бороться. Давайте рассмотрим пару примеров переобучения. Вот здесь пример переобучения для классификации. Мы видим, что есть две кривые. Одна черная, другая зеленая. И видно, что зеленая кривая очень хорошо разделяет два класса. Синий и красный. Очень хорошо на обучающей выборке. Вы можете заметить, что это выборка обучающая, и зеленая кривая, она предсказывает класс со стопроцентной точностью. То есть он у каждого объекта идеально предсказал. Но можете заметить, что эта линия предсказания, она очень такая неровная. Видно, что он находит какие-то такие странные зависимости, которые вы бы, скорее всего, не нашли. Скорее всего, этот алгоритм сильно переобучен на обучающую выборку. Он показывает стопроцентное качество на обучающей выборке, но когда вы даете ему какой-то объект, который он не видел, он с очень большой вероятностью ошибется. Потому что он сильно переобучен. Ну или в противовес ему черный алгоритм, который показывает не стопроцентное качество на обучающей выборке, но очевидным образом он обучен лучше. Просто потому что у него лучше обобщающая способность. Когда вы даете ему объект, который он не видел, он выдаст ему адекватный прогноз. Потому что алгоритм обладает обобщающей способностью. Итак, давайте рассмотрим еще одну картинку. Это пример переключения, но уже для задачи регрессии. Видно, что здесь изображены точки, которые получены, которые лежат напрямую, но при этом добавлен случайный шум. Ошибки в данных, например, ошибки измерений. Там могут быть много разных шумов. И вот если мы возьмем алгоритм, который покажет нулевую ошибку на этих данных, это будет какой-то сложный алгоритм, который такой сложный поленом. Он действительно покажет нулевую ошибку данных, но вы видите, насколько сильно он переобучен. Он сильно подогнан под эти данные, и на новых объектах ему будет не очень хорошо. Но вот, например, если мы обучили прямую, она как раз таки будет большой обобщающей способностью. И для новых объектов она покажет лучше качество, чем такой страшный переобученный алгоритм. Давайте еще разберем, как обнаружить переобучение. Вообще, это очень такой серьезный, фундаментальный вопрос машинного обучения. И к этому было несколько подходов к этому вопросу. Я несколько перечислил, но в качестве просто того, чтобы вы могли дома это изучать. На подходах мы не будем останавливаться. Их было несколько, они все были, вот я, все, что я перечислил, это было еще в 20 веке. Но, к сожалению, сейчас на практике ни один из них на практике не часто применяется. Потому что они не очень хорошо себя показали в прикладных задачах. На реальных алгоритмах, на реальных данных они не очень хорошо себя показывают. Поэтому сейчас можно достоверно понять, переобученный ли ваш алгоритм, только эмпирически. То есть, если вы возьмете просто качество вашего алгоритма на обучении, качество на тесте и посмотрите разницу. Если качество на тесте сильно хуже, чем на обучении, значит вы переобучились. То есть, сейчас единственное, как бы, такое, самое часто применяемое решение для обнаружения переобучения, это просто посчитать такую разницу. И давайте напоследок разберемся, как с ним бороться. Вот как сделать так, чтобы свести переобучение к нулю. Ну, к нулю мы его не сведем, как я сказал, но уменьшить его максимально. Во-первых, самый простой вариант – это искать больше данных. Если вы возьмете больше данных, то вашему алгоритму А будет сложнее под них подогнаться. Сложнее показать очень высокое качество на обучении и очень маленькое качество на тесте. То есть, первый такой базовый вариант – если у вас есть возможность набрать больше данных, вам стоит это сделать, потому что тогда вы сильно уменьшите переобучение. Второй вариант – это упростить семейство алгоритмов А-большое, используя экспертные знания, собственно, о том, как должно выглядеть это решение. Вот представьте, что мы заранее бы знали, что не стоит брать алгоритм, который бы предсказал выручку из Тарана по его категории. То есть, мы заранее знали, что это довольно глупая идея, потому что бывают суши, которые много зарабатывают, успешные такие, а бывают те, которые мало зарабатывают. Если бы мы знали заранее, мы бы просто этот алгоритм исключили из нашего семейства А-большое, тем самым сузив пространство перебора, мы перебирали его на один алгоритм меньше, и в итоге бы этот алгоритм не выбрался, хотя он бы показывал на хорошее качество на обучающей выборке, просто потому что мы заранее знали, что он бесполезный. Если у вас есть какие-то экспертные знания о структуре решения, то есть вы знаете, что какие-то алгоритмы скорее нужны, какие-то менее нужны, вы можете значительно снизить переобучение, если эти знания явно заложите, заложите в процесс оптимизации. То есть вы заранее скажете, что я хочу, чтобы вот этим алгоритмам мы отдавали меньше предпочтений, чем вот этим. И последнее, что я хотел бы вам сказать, это то, что сейчас в машинном обучении, в анализе данных невозможно хорошо решить прикладную задачу, если вы не разбираетесь в экспертной области. То есть не получится такого, что вы возьмете какой-то готовый идеальный алгоритм, так сказать, отдадите ему ваши данные, он там пружжит, пружжит, а потом выдаст вам идеальное качество. Так это не работает. То есть сейчас, чтобы решить задачу, вам нужно очень хорошо разбираться в том, во-первых, как она поставлена, что в задаче происходит, какая метрика и так далее. То есть нет идеальных алгоритмов, мы не можем заранее дать вам идеальный алгоритм, который покажет идеальный качество на всех задачах. Вам придется под каждую задачу строить свой собственный алгоритм, опираясь на ваши экспертные знания о том, как в принципе такие задачи решать. То есть я вставил такую интересную теорему, которая называется No Freelance Teorema, то есть теорема о том, что нет бесплатных завтраков. Она говорит о том, что не существует идеального алгоритма, который бы показывал хорошее качество на всех задачах. Более того, то есть более строгое ее определение, это то, что взять любой алгоритм, который обучен на выборке, на всех случайно сгенерированных, взять среднее качество этого алгоритма, на всех случайно сгенерированных выборках, на всех-всех-всех, то качество такого алгоритма будет не лучше рандома, не лучше случайного алгоритма. Но нас спасает тот факт, что нам не нужен алгоритм, который был бы работать на всех-всех-всех выборках. Нам нужен конкретно алгоритм, который решает конкретную вашу задачу. И очевидным образом такой алгоритм вы сможете построить. И мы вам расскажем как. Спасибо за внимание. Увидимся на следующих лекциях. Продолжение следует...